Это проект Смотри Хабаровск, студии Мариана Гейт. Чемпионат мира по футболу приближается к своему самому зрелищному этапу плей-оффу. Он стартует с 3-го, продлится по 18 декабря и всегда наблюдать за любимыми командами. Веселее, когда болельщики собираются все вместе. И у нас будет такая возможность помимо спортбаров. Этот и массу других приятных сюрпризов подготовила нам Академия Искра Дмитрий Лукьянов. Главный тренер Академии. И можно сказать, вы знаете, о вас говорят, что вы один из лучших тренеров России, которые занимаются с детьми. Не знаю, кто-то говорит первый раз, слышу, честно. Ну, я очень активно общаюсь со спортсменами из различных видов спорта, в том числе и с футболистами. И слух такой хороший о вас ходит. Ну, когда слухи хорошие, это всегда хорошо, но я тут не согласен. Это такой орлык, знаете, я бы не вешивал 100%. Нет-нет, как и все тренеры детской юноши. Скромность украшает человека однозначно. Дмитрий, давайте о событиях, которые предстоят. Вы приготовили массу приятных сюрпризов для хабаровчан. И мне очень интересно, давайте сразу, знаете, с главного гвоздя. С корабля на бал. Да, вы привозите сюда звезд российского масштаба. Ну, это в планах, да. Конечно же, мы хотим сделать такое мероприятие, которое запомнится не только хабаровчанам, но и, наверное, всему Дальнему Востоку. Потому что, наверное, такое никто раньше не делал. И мы решили сделать такое мероприятие. Потому что чемпионат мира, он проводится только раз в 4 года. Это не такое частое мероприятие. И поэтому решили сделать так. Если делать, то делать. Ну, так не томите. Давайте расскажем. А кого? Я не могу сказать пока. Почему? Вы знаете, однако же. Я могу сказать, что сейчас с ними ведется переговоры. И это игроки, экс-игроки сборной России. То есть это фамилии, которые на слуху. И если они сюда к нам приедут, я думаю, что они приедут. Это будет очень здорово. Вишенка на торте. И где мы можем их встретить? Самая главная локация – это Броска Мол на третьем этаже. Там будет наша игровая зона. Там будут две зоны. Первая зона, где мы будем смотреть непосредственно матчи чемпионата мира. Но до проведения матча еще будет много времени. Такие, скажем, околофутбольные, где могут прийти дети поиграть в Sony PlayStation. Все любят дети играть в Sony PlayStation. Почему бы нет? FIFA? Да, FIFA. FIFA, последняя версия, 22-го года. Где дети могут поиграть в пану. Пану-футбол? Пану-футбол, да. О, это очень интересная штука. Рассказывайте. Ну, такой, скажем, все знают, что такое бокс, ринг. Это, можно сказать, такой же футбольный ринг, где играют один на один футбол. И задача забить гол в маленькие ворота. Они действительно очень-очень маленькие. Или можно прокинуть мяч между ног игроков, что тоже будет считаться за победу. Такое очень популярное сейчас направление. И я знаю, что во многих странах у него играют. И в городах. Сам праздник, который вы приготовили для болельщиков футбола, и для всех причастных, и для спортсменов, он продлится две недели. И ежедневно, начиная с 3 декабря, то есть мы каждый день приходим в Броскомол. Или какое расписание существует? С 3 декабря, могу сказать, что сейчас проходит до 3 декабря такая, как бы, версия тестирования. И мы уже ходили, смотрели в кинотеатре игры группового этапа. То есть вы по ночам? По ночам. Ну, там сейчас есть игры в 8 часов не начинаются, в 8 вечера. И мы с детьми, с родителями приходим. Там очень интересно, разыгрываются призы всевозможные. Вот недавно мальчик выиграл колонку, а один еще круче приз, станция, да, есть такие вот, Алиса, станция, или как я правильно, честно говоря, не знаю, наушники и так далее. Там в перерывах между играми разыгрываются всевозможные призы. Ну, пока, я так понимаю, у вас там какая-то очень узкая тусовка, да, практически все свои, вы же так громко не афишируете. Ну, потому что сейчас идет тестовый вариант, и сейчас групповой этап, ну, конечно. А если не свои, значит, вы Алис разыгрываете. Мы, скажем так, разыграем тоже в тестовом варианте. Но, я думаю, что матч и плей-офф, это вторая стадия, когда уже выходят самые сильные команды, и игра на вылет, где не бывает ничьи, и если ничья, то пробьется пенальти. Это намного зрелищнее, интереснее. И вот как раз мы начинаем с 3 декабря, это матч и плей-офф. Как раз вот у нас будут работать две зоны, где первая зона, где с 12 дня дети могут приходить, вот как я уже сказал, играть в пану, там викторины всякие всевозможные, поиграть в Sony PlayStation, пообщаться, такая будет, скажем так, околофутбольная тусовка. А потом, уже начиная с 8 вечера, уже когда непосредственно начинаются матчи, уже будем смотреть в кинотеатре. Какие-то матчи и до 3 часов ночи могут проходить, да, и нормально, никто никого не будет выгонять. То есть с детьми приходим вполне себе, да? Пожалуйста, можно с детьми друзей приводить, это абсолютно бесплатное мероприятие, не надо платить за вход или за просмотр, пожалуйста, приходите, берите друзей. Это очень важно, что это абсолютно будет бесплатно для всех желающих, да? Да, ну тем самым, вот хочу сказать о нюансах, мы находимся на Дальнем Востоке и 7-часовых поясов, если мы сравниваем с Москвой, такая большая проблема с болельщиками на Дальнем Востоке. Ну вот как раз одна из задач данного мероприятия, приобщить к футболу и показать больше футбола доступность, чтобы было... Вернемся к звездам футбола, к большим звездам футболу, которых вы собираетесь привозить, но упорно не говорите, кто это, ну да и ладно. Где мы их увидим? Они будут с нами на соседних сидушках в кинотеатре? Да, также они будут, они приедут на... Фотосессии будут, да, устраиваются? Автограф-сессии? Да, 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 они приедут, они не будут с 3-го, конечно, по 18-е число, конечно, наверное, вряд ли кто-то согласится 2 недели гостить в Хабаровске, хотя если согласятся, мы... А как приманите, да. Да, да, да. Но на 2 дня они приедут, это точно, вот ближе к финальным играм, да, запланирована автограф-сессия, где каждый ребенок, и не обязательно ребенок взрослый, кто болельщик, футбол, я думаю, болельщики со стажем должны знать этих игроков, потому что это не ныне действующие игроки, а те, которые вот совсем недавно закончили карьеру, но тем не менее, экс-игроки сборной России, ведущих клубов России, и они придут на автограф-сессию, возможно, обменяются какими-то мнениями, что-то у них спросят. Ведь это тоже уникальная ситуация, когда у тебя есть игрок, за которым ты смотришь всю жизнь, но у тебя не было возможности с ним пообщаться вот так вживую, и будет такая возможность с ними пообщаться. Слушайте, а пригласить там на пано-футбол, например, с ним сразиться? Почему нет? Я смогу? Я думаю, да, я думаю, да, я думаю, они не откажут, и они с удовольствием поиграют в пано-футбол, почему нет, с любым воспитанником. А более в глобальном плане мастер-классы какие-то предусмотрены, вы договариваетесь? Конечно, если такая ситуация, что к нам приедет звезда российского футбола, то, конечно, будет правильно их и пригласить к нам. На Академию мы проведем экскурсию, и я думаю, что они проведут одну, возможно, два мастер-класса или тренировку. Я думаю, не только для наших воспитанников, а мы пригласим вообще всех ребят, кто хочет поучаствовать, пожалуйста, пусть приходят. Всех футболистов Хабаровска? А почему нет, я думаю, это наоборот будет здорово и классно, почему бы им тоже не поучаствовать? Потому что одна из задач тоже Футбольной Академии «Искра» – это воспитание футболистов не только «Искра», а всего Хабаровска, и Хабаровского края, и Дальнего Востока, я думаю. Поэтому мы обязательно будем… Безусловно, ведь конкуренция, она и делает, в общем-то, лучших игроков, лучших спортсменов, да, и в любом другом направлении история такая же. Тогда такой вопрос – подарки, розыгрыши, еще что-то? Ну, конечно, предусмотрено, и я думаю… Или вы уже все там разыграли? Нет, не все, только немножко, может, там, процентов 5-10. Мы посмотрели, какая реакция будет детей на подарки, я вам хочу сказать положительное. Вот, поэтому ежедневно будет розыгрыш у подарков, сувенирной какой-то продукции. Я думаю, что будут, наверное, какие-то и карточки с этими игроками, которые к нам приедут, гвоздь программы, возможно, их футболки и так далее, и так далее. Там, я думаю, будет достаточно много подарков, но их можно будет получить, как и в каких-то викторинах. Возможно, там будет та же пана футбол, там, а ну, выиграй звезду, получи подарок. Возможно, будет турнир по… Так, ну, это сложно, вы что-то прям выиграете звезду. Да, почему нет? Нет, я думаю, они подадутся, скорее всего. Следим за играми, за расписанием игр, а в том числе следим за теми мероприятиями, которые происходят у нас в Хабаровске, я так понимаю, в социальных сетях, да, можно? Футбольная академия «Искра» смотрим там. И все расписание, думаю, подробное вы будете туда выкладывать. Конечно. Значит, Дмитрий с вами и с вами, зрители, мы встретимся ночью в кинотеатре. Почему бы нет? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. У нас в гостях был Дмитрий Лукьянов, главный тренер футбольной академии «Искра». Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте. хабаровск.тв.ру Я Марьяна Гейт, прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова